Добрый день, мы продолжаем играть в темного мессию Might and Magic. В предыдущей части мы занимались добывательством камней, вот желтый свечится сейчас, и при этом возник некоторый казус, то есть захват видео был поврежден именно в том кусочке, где именно добывался тот желтый камень. То есть по факту выпало не очень интересное уничтожение зомби, там где-то минут 5 просто тупо сидел, стрелял в них из лука, что меня это даже выбесило, и ну немножко акробатических этюдов, потому что камень был под потолком, но это мы все увидим, потому что нам нужно мой туда еще вернуться, покажу как это все происходило. Так, по инвентарю никаких изменений, все то же самое. Я подозреваю, что, ну, помимо зелий, у нас все остальное будет все то же самое. Не буду качать никакую магию, как есть или кинез кошачий глаз, так и будет. Топор и лук без изменений. Ну, набор щитов, которые по факту просто разные прочности и расцветки, ну и форма. Орочий щит немножко другой, он круглый. Журнал мы читали в прошлой части, можем, кстати, от него избавиться, давать его как подношение этому пауку оставим. Держи, друг. Вот, такой неприглядный, посмотрите на него. Может даже затеряться в текстурах. Да. Так, есть свитки, молнии, огненный шар. Как показала практика, почему-то фаерболы против нежити не очень. Хотя, опять же, нежить, по идее, должна бояться огня. Но здешняя нежить, она какая-то другая. Видимо, то, что зомбаки вымочены в воде, не так боятся. Можно попробовать на них свитком заморозки, в принципе. Есть возможность, я думаю, то есть сначала мы с помощью лука себя загоняем в ярость, а потом используем свиток заморозки, чтобы их заморозить навсегда. Ну, проверим. Огненные ловушки, убежище. Вот. Так, кровопийца, меч вампира. Использовать я его не планирую. Так же, как и киржал и молнии. Они, кстати, будут даже покруче, чем мой топор. Но я их тоже не планирую использовать. Бесконечный гаучан, латы. И зимний лук. Книгу о демонах мы тоже читали в предыдущей части. То есть предпредыдущей. Вот так вот. Манозелье, волшебные грибы, немного еды. Ну и всевозможные кольца. Вот. Характеристики. Ну, сила на один. Может быть, еще подниму одну очко. Не знаю еще. Ближний бой вкачан полностью. Это чтобы можно было все щиты носить. Ну, какие только возможны. Потому что орочий круглый щит требует как бы 3 единицы ближнего боя. Стрельба на два. На тревочку не хочу. Мне, в принципе, моей скорострельности хватает. Что лук я использую, ну, постольку поскольку. Хотя, в предыдущей части я много из него стрелял, потому что зомби. Они вблизи любят плеваться. Но, неважно. Кошачий глаз и телекинез. Все. Больше я здесь учить ничего не буду. Вот есть убежище. То есть, мне бы, да, правильно подсказали, какой навык что дает. То есть, вот убежище. По факту, вот у нас свиток убежище. Вот он. Создает временный магический щит, который не пропускает вражеские удары и заклинания. Полезен, в принципе. Так, и вот чары. Временно обращает противников союзника. Но по поводу чар я уже как-то находил. Как раз когда я гоблина, получается, подчинил себя этим свиткам на время. Я там в следующей части как раз это прочитал. Вот. Про убежище я не читал. Ну вот. Теперь мы все знаем. Во-первых, нам подсказали. Во-вторых, я и здесь нашел то, что, в принципе, свитки, они дублируют каждое заклинание вот в этой ветке. Не знаю, найду я инферно или нет. Скорее всего, нет. Но огненный шар имеется в наличии. Вот. По поводу насчет ярости. Почему можно в нее впасть и потом заюзать свиток заморозки. Вот. Читаем. При всплеске адреналина шар замораживает противника навсегда. По идее, с зомбями это можно попытаться выполнить. Серьезно. То есть, будет прикольный такой свиток заморозки. Давайте сюда добавим. Будет прикольно, если мы это сделать сможем. Учитывая, что здесь зомбиков очень много, я думаю, у нас все получится. Кстати, да. И вот здесь. Прочие умения. Ну, на единицу бдительность. Это я качать не буду. Запас сил. Сопротивление ядом. Кстати, оно реально работает. То есть, по факту, если вас травят, ну, когда с пауками мы бились, там вроде бы, когда отравление действует, скачивается где-то 10 единиц здоровья. Сейчас же у нас по одной единице только здоровье тратится. Так что сопротивление работает. Можно дольше быть отравленным, и меньше это будет нашему здоровью урон. И выносливость на 70 единиц. Не знаю, может быть до 80 разгоню. Не знаю. Посмотрим. Ладно, я собирался отправиться дальше. Вот в ту сторону. Здесь-то все получается зачищено. Теперь точно. Вот. Сейчас самое главное опять не заблудиться. Боюсь я тут уже, блин. Тут ловушки, они, получается, срабатывают. Потом повторно можно, получается, на них напороться. Что, собственно говоря, опасно. Ладно, идем. Вот, видите, здесь кровь. Это наша кровь. Вон здесь, в этом... Давай лук возьмем. Видно даже отверстие. Оттуда шипы вылазят и, собственно говоря, бьют. Кстати. А что будет, если... Давайте попробуем. Вот так, да. А я там обходил что-то там. А тут, оказывается, вот так можно сделать. Супер. Ну и тут наши веревки. Здесь... Мы обстреливали зомби, которые беспрестанно лезли. Теперь мы этого делать, конечно же, не будем. Попинаем камушки. Отлично. Дальше-то куда пойти? Проход, 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 проход. Где-то был здесь проход. Ну и точно не туда. Потому что там, получается, обычный вход с ловушками. Куда, конечно же, я попадал. Вот. Проход где-то здесь, за уголочком находится. Не здесь. Вот там, что ли? Что-то я уже опять забыл, где этот проход. А, нет, вон там, вижу. То есть мы идем, получается... Ошибка вышла. Все-таки там. Ну ладно. Небольшой торпографический кретинизм. Нам сюда нужно. Нам сюда нужно. Меняемся, как обычно. Ну вот, мы успешно миновали эту зону перехода. Как раз вот этот участок у нас выпал. Я не знаю, почему он не записался. Ну тут было подлагивание, как когда-то мы... Когда драки во тьме с пауком, когда в ярость впали, там залагало очень серьезно. Здесь был похожий случай. Ну, вроде отлагало, но на записи это как-то сказалось. Вот наши веревки. То есть здесь бродило очень большое количество зомби. Я сидел вот там наверху, вот на этой площадке, и просто стрелял вниз. Меня это выбесило, под конец я просто слез и пошел рубиться с ними топором. Ну и это получилось. По поводу желтого кристалла... Это все-таки моя кровь. Черт. Это было больно. Вон там еще одна такая же плита. Да, расслабляться здесь не следует. По поводу желтого кристалла, он был установлен вот здесь. Вон там выемка есть. Рядом с прицелом. И эти веревки, это способ добраться до них. То есть до этой выемки и установленного там кристалла. Это мы сделали. К слову, здесь есть боевой посох. Который даже не спинывается. Но мы не маг, и посох простой. Нам его брать нет смысла. Давайте-ка возьмем лучший топор. И щит. Не знаю, действует ли щит против зомби. Ну, по крайней мере, защищаться от них можно. А бить, то есть наносить удар щитом, зомби нет смысла. Потому что они, ну, максимум будут сбиты с ног. А нам нужно еще им головы отрубать. Чтобы они были упокоены на веки. Веков. Ладно, спускаемся вниз. Туда я еще не ходил. Так. Аккуратно идем. Где-то дышит неживой человек. Мертвяк. Почему бы вот им не прятаться вот в этой куче костей? Неясно. А вот и зомби. Так, ну он так стоит аккуратненько. Давайте попробуем ему отстрелить голову. Нет, не ушел. Стой, 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 стой. Я к тебе. А вот еще один. И он нас отравил. Вот этим-то они и плохи. То, что они любят отравливать. Так, берем немножко зелья лечения. И что думаешь? Ну все, замечательно. Короче, будем просто ближаться к ним поближе. Чтобы можно было, если что, и лук использовать. Минус топора, который я использую еще в том, что он не может нанести добивающий удар, как меч. То есть, когда враг повержен, лежит на земле. Если бы я использовал меч, по идее, зомби был бы убит. Но с топором это не проходит. Он просто делает рубящие удары. И как-то сложно получается попасть. Вроде бы я целюсь в шею, но он попадает абсолютно куда-то не туда. Мажет. Мне не нравится эта плита. Ладно. Так что, бывают такие моменты. Это не единственный, да? Гуль. Ну, мы были готовы к его атаке. Не как тогда, когда они к нам подкрались сзади. Как сами знаете кто. Я нормальный. Нормальный я. Вот. И мы смогли его зарубить. Так, а нам... Нам предлагают подняться наверх. Окей. Так и сделаем. Кстати, здесь потребуется лук верхолаза. Почему-то так кажется. До земли уйдет. А, замечательно. Так, убираем этот лук. Убери его в карман. И давай, Саров, поднимись. Давай, давай, давай. Что это за свет мы там видим? Вон там, видите, впереди? Очень много блестяшек. Мне не нравятся звуки. Кто здесь? Это как бы не хоррор игра. Люди, в самом деле, опомнитесь. Так, какой-то подъемный механизм. Здесь ничего. Ну, там я вижу зелье маны. Ненужное нам. Вот эти кучи костей меня пугают. Надеюсь, из них ничего не полезет. Что? Коготь дракона? Странно. Мне как-то не по себе. Его неприятно держать в руках. Это скверная и опасная вещь, Саров. Меч рыцаря дракона. Они были фанатиками и сражались бок о бок с седьмым драконом, когда тот пытался убить твоего отца. Ну-ка, откройся. Черт, не получается. Давайте посмотрим, что мы там такое взяли. Кого дракона. Вау. Плюс девять к урону. Против нашего плюс два. Да господи. Да прославить сей легендарный клинок рыцаря дракона имя Эши. Донесет он смерть ее врагам. Нужна сила натрия. Ну что ж. Это как бы намек на то, что нам необходимо вкачивать силу. То есть прямо намекают. Ну не знаю, не знаю. Может быть, но не факт. Ну дернем за рычаг. Что это я делаю? Зачем? Вот не ясно мне это. Ну, безусловно, срабатывает какой-то противовес. То есть нам там где-то нужно куда-то, получается, поспешить, пока эта штука срабатывает. Потому что он, видите, возвращается обратно в положение. Ладно, так и сделаем. Не знаю, только куда мы вернемся. Мы здесь были? Вот так вот, значит, да? Как возвращаться назад? Хороший вопрос. А, здесь есть рычаг. Точно? Фу, слава богу. Это новая область. Сюда мы еще не заходили. Здесь есть где-то разгуляться. Окей. Так, затопленная территория. Что у нас тут? Шипы. Цепи. Наверху. Короче. Спифасовский. Блин. Короче, что-то мне не очень. Ночь живых мертвецов. Ну вот, мы впали в ярость. Попробовать? Нет. Воспользоваться. Работает? Отчасти работает. Отрезал. Короче, заморозка не сработала, как я хотел. Либо, может быть, то, что я его колупал. Заставил его, получается, разморозиться. Мясная. Будем. Так, большие подозрения, что здесь кто-то еще лезет. Нет, никто не лезет. Только вот этот вот. Без башки. Все. Первую часть зомби мы уничтожили. То, что закрыта дверь сзади, это даже с одной стороны хорошо. То есть, всякие гули и прочее неж... Ммм. Что-то я смотрю, вас больно много здесь. Ночь живых мертвецов. Прошлое-то, честно, называлось, блин, восстание нежити, да? Вон, вижу тебя, друг. Вот ты встань на плиту. Мне нравится, когда они так тупят. Так, здесь мне интересно все. Отлично. Теперь ты умрешь. Ну вот, видите? Пытаюсь ему по шее попасть. А куда попадаю? Вот, теперь смог. Вон там еще одну идет, неспешной походкой. Мистер. Встань на плиту. Будь другом. Я тут. Супер. Слава богу, что они мертвы, соответственно, у них мозгов нет. Они просто идут по прямой. Пусто. Пусто. Хотя, в этих красных больших колбочках обычно бывают зелья лечения. Вот так вот. Здесь, похоже, ничего интересного. Хотя, вот здесь вот эта вот цепь как бы намекает, что... Да, вон рычаг. Какой-то противовес. Хм. Меня вот все-таки интересует, что там наверху может быть. Смогу я туда? Давай-ка уберем топор. И немножко оглядимся. Вполне себе возможно, вот этот уступ сделан специально, чтобы можно было зомби убивать. Ну, есть такое подозрение. Так. Наверх, мне кажется, никак не попасть. Хотя нет. Нет, нет, нет. Можно. Сейчас как раз покажу, как это можно попытаться сделать. Не знаю только зачем. Веревка донизу. Сейчас. С какой целью я это делаю, я без понятия. Аккуратно так идем. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, вот. Что-то тут светилось. Я видел. Кольцо защиты от огня. У меня такое было, нет? Кольцо защиты повышает защиту от заклинаний магии огня. Знаете, это, мне кажется, полезное колечко будет. Но пока что нас никто магией давным-давно не бил. Это имеют в виду некроманты. Соответственно, пока не надо. Так, сейчас аккуратненько так. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Не падай, Саров. Нам нужны твои руки, ноги целые. Опа. Изниз. Странно, что это не тайник. То есть, по идее, туда залезть не каждый додумается. Хотя, опять же, намек есть на то, что туда нужно. Так, ладно. Похоже, нам вот сюда, вот в эту полузатопленную область. Давайте немножко ее исследуем. Я понимаю, что вот это колечко... Ну да, точно, открывает вот эту дверь. Пока этого делать не будем. Блин. Чуть не встал на плиту. Так. Там что-то еще интересное есть. Нет, здесь ничего. Идем аккуратно. Кто смотрел первого Resident Evil, помните? Смилка Ялович. Как там из воды поднялась мертвячка из-за спины. И скушала главного негодяя. Еще одно кольцо мудреца. Спасибо, не надо. У меня есть. Как бы здесь такого же не произошло бы. Возьмут в клещи, блин. Вот, я же говорил. Я же говорил. И экипаж машины боевой. Три зомбячки. Контрольный выстрел в шею. Хотя я целился в песок. Ну, да не важно. Ну, так как-то более драйвово идет все. Так. Здесь ничего интересного. Это просто светильник. Хм. Хорошо. Древняя магия. Хансенд. Почему? Потому что, видите, светильники до сих пор работают. Не везде, конечно. Но здесь, к примеру, паук больше не светится. Так. Так. Смогу, нет, сквозь решетку. Нет. Решетка их спасает. Давайте попробуем сделать что? Приоткроем дверь. Пригласим их. И как я должен сюда пробежать? Хорошую мне задачку задают. То есть пока, получается, там вот эти зомби. Эй, ребята! Идите сюда! Все они почуяли живчинку. Меня, то бишь. Ладно, пока двоих оставим. Будет забавно, если какого-нибудь из зомби дверью убьет. Крутим. И смотрим. Нам потом нужно будет все равно туда бежать. И рубиться. Они меня не видят? Крути. Нет, 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 нет. Вот, еще двое. Так. А того, который остался один, мы, в принципе, можем в рукопашную зарубить сейчас. Сейчас мы дверь откроем. Он хочет к своим братьям идти. Нет. Короче, придется в любом случае туда идти. Черт! Бухает. С топором в руке. Кстати, слышно звук анимации. Ну, должен быть, когда он берет меч. Он отличается от того, когда берет с топорик. Вот я сейчас ему дверь открою. Интересно, он зайдет. Если да, я пойду, спущусь, его зарублю. Видимо, он не видит этого. Дружище, иди сюда. Я здесь. Ладно, если он сейчас не пойдет сюда, я пойду к нему. Так, он сейчас встанет. Все. Когда мы в ярости, мы действительно в ярости. Фу, тут все полузатоплено. О, вот даже так можно делать. Супер, имеем это в виду. Ладно, продвигаемся. Супер, имеем это в виду. Ну, наконец-то. Минус еще одна гнилая голова. Тут их может быть больше. Вижу. Вижу. Еще есть? Нет. Король Дарий Папирус. Производитель армии меча и магии во времена воин крови. Достанет его склеп началом пути к славе. Он что, должен переродиться в леча? Только этого нам еще не хватало. И крышка открывается. Только не говорите, что там вниз. Гайз. Мне кажется, что мне нужно использовать еще магию. Так, ну, безусловно, там нужно будет идти вниз, но пока нет. Видите вот эту статую? А здесь ее нету. Скорее всего, где-то опять под водой. Точно, вон валяется статуевином. Нам нужно будет ее сейчас поднять. И что-то сейчас будет. Не знаю только где, зачем и почему. Статуя. Статуя нам помогает. Ладно. Целая секция могильников отъезжает в сторону. Отлично. Что же там нас, интересно, ожидает? Будет забавность, там будет пачка зомби-отборных, откормленных, которые хотят нашей смерти. Нет, всего лишь тайник. Как везет мне. Зелье, зелье. Что, что, что? Что за щит? Щит земного огня. Повышает защиту от огня. Неразрушимый предмет. Слушайте, если он неразрушимый... Ах! Он сжет меня! Говорю тебе, он проклят. На нем заклятия, призванные погубить наш рот. И что? Я не смогу им пользоваться, что ли? То есть он будет мне периодически наносить урон? Вроде бы нет. Давайте пока так походим, чтобы понять точно. Но то, что он неразрушимый... Это как бы намекает. Опять же, смотрите. Здесь получается захоронение слуг седьмого дракона. Почему? Здесь валяются предметы, которые защищают от огня. То есть, по идее, если они на стороне дракона, их никто сжечь не должен. Здесь же мы видим обратное. То есть щит, который защищает от огня. То есть по факту от пламени дракона. Странно это, конечно. Но, блин, учитывая то, что этот щит неразрушимый, мы можем от всего этого избавиться к чертям собачьим. Произвести небольшую генеральную чистку. Сколько щитов. Да. Ладно. Эти пока оставим. Стражницкие щиты. Вот. А. Это пока уберем. Сколько здесь осталось-то, а? Ну, неплохо мы так зашли. Неплохо. А мы же с вами сейчас пойдем вот сюда. Тихо, тихо. Японский городовой. Короче, мы упали. Если здесь опять зомби. Я слышу их, но не могу понять где. Нет, они, безусловно, здесь должны быть. Вопрос в другом. С какой стороны мы их встретим? Здесь нет. О, он там наверху спит. Упокаяние. Последний пристанище нашел. Интересно, он притворяется? Эй. Да, он притворяется. Теперь нет. Его просто нет. Я почему так сделал? Я просто помню, в Скайриме было, там драугры любили так делать. Шутка драугра называется. Кстати, здесь будем, если что, прятаться. Ну, имеется в виду, вот сюда залезем, да? И будем этих... Эту нежить, короче, уничтожать, если что. Холодно? Поблизости камень смерти. Душа Карги. Это от него веет ледяным холодом. Окей. Так, нам наверх, наверное. Прошу прощения. Вижу зелье, но сначала схожу вот по этой балочке. Зелье маны всего лишь. Ой, зачем я сюда залез? В принципе, неплохо. Вон там какой-то сундук. Сейчас мы, короче, по верхам походим немного. А то надоело, блин, в воде ходить. И здесь я вижу лечилки, да? А нет, это противоядие. Что тут? Плохо видно? Зелье полного исцеления. Теперь тоже плохо видно. Все неплохо. Надеюсь, здесь наверху мы зомби никакие не встретим. Ага, под нами. Блин. Короче, они теперь будут там ходить забывать под нами. Просить еды. Это что такое? Какая-то красная штучка. Так, там ничего интересного, окей. Пытается уйти в мертвую зону. У него это неплохо получается. Вот уроды. Ладно. Спуститься может быть. Так, минус один. А вон еще один. Сложно попадать им по шеям. Но, в принципе, возможно. Ладно, возвращаемся обратно. Вот сюда еще зайдем. Ну, вот сюда еще зайдем. На эту площадку. Нет, здесь ничего интересного. Я не хотел спрыгивать. Меня что-то столкнуло. Здесь паранормальная активность. Пробежимся тогда. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В ухо. Еще раз в шею. И в башку. Отлично. Вроде я правильно иду. По крайней мере, я там вижу какое-то свечение. Скорее всего, нам туда. Сюда. Итак, зелья полного исцеления. Неплохо я зашел так. У нас их 12 против 7 маленьких бутылочек. Ну, маленькие зелья лечения, они всего лишь 10 единиц здоровья восполняют, а при наших 70 это очень мало. Так. У меня большое подозрение, что когда я туда зайду, вот эта плита опустится. Нет. Странно. Ладно. У меня нехорошее предчувствие. У меня тоже. Ну, что делать? А где камень? Зелье манки. Хорошо. Так. Только не говорите, что сейчас какая-то нежить полезет страшная. Лич. Король лич. Точно. 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 Продолжение следует... 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 нежить он отсюда а нам наверное туда нет меня все таки посмотрю что тут винтовая лестница интересно я слышу упрей есть упырь вау курят он здесь вернись так я понял что камень и здесь немножко сбежим кажется они за мной не идут ладно пойдем сюда есть я чувствую новый камень сердце матери скорее он символ рождения и жизни и все равно нам сюда не попасть черт я себя чувствую в западне нам в любом случае нужно будет как то короче это тоже самое помещение просто ну как вам сказать снизу что ли давайте грибочек скушаем все таки нам сюда где они отряд не убитых тварей я тут узрели сейчас они подойдут мы здесь встанем в проходе с одним будем биться взрел взрел а 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 лучше это чуть будем использовать а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Какие вы страшные Блин, как вас много Что-то я не понимаю, короче То ли они там спаунятся до бесконечности, то ли что Но их тут очень много Субтитры делал DimaTorzok Тихо-тихо Ну конечно, супер Непонятно, какая-то фигня случилась Так, ладно Смерть это только начало Так, давайте подумаем Как же быть? Есть! Я чувствую новый камень Сердце матери Скорее, он символ рождения и жизни Ну это хорошо, но как сюда попасть? Здесь решетка И ее нужно как-то поднимать Безусловно, нам нужно будет выходить на поверхность Это вот сюда Еще и... Вот как надо с ними Вот так вот Просто вначале я выполнил, получается, неправильную тактику. Думал, что если они не будут до меня добираться, вот там, когда я поднимался по металловой лестнице, смогу с ними, получается, зарешать. А здесь, оказывается, вон, как придумали разработчики, чтобы нам проще было использовать вот эти ловушки. Черт, надо было так и сделать сразу же. А я что-то подумал, что раз они такие мощные, лучше так. Ну что ж, век живи, век учись. Нет, это никак не открываемо. М-да, колоссальные подземелья, скажу я вам. Будем изучать. Сходим сюда. Ну, вон, еще табличка. Сейчас все зачитаем. Брэндон, открывший истину. В чем же интересна истина, друг? Так, там что-то сверкает. А, броня. Худшая броня, чем у нас имеется в наличии. Так что я туда не пойду. Да. Пойду-ка я обратно. А здесь... Мэтиус Аракул третьего пришествия. Отлично. Сейчас там также пройдемся, посмотрим, что там пишут. Что там за погребение. Здесь ничего. Боэдон, первый мудрец. А если вот так? Нет. Сопнуть нельзя. Надеюсь, он не обиделся, что его останки вот так вот сделал. Галента, пророк судьбы. Так, там что-то сверкает. Колечко, видимо. Вот я боюсь вот встать вот на краешек вот этой деревяшки. Она может отбалиться. Так что мы этого делать не будем. Вот. Спускаемся. Ну и идем по центральной двери. Ой, двери говорю. Центральной лесенке. Вот здесь можно пройти. Посмотрим, что у нас скрывается тут. Страшные вопли. Господи. Обалдеть. Вы посмотрите только, а. Кольцо восстановления. Ну, у нас такое используется. Так, 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 так. Зелье лечения, это полезно. Вниз лучше не надо. Прыгай, Саров. Только не промахнись мимо воды. Там еще вода есть? Реально есть вода. То есть нужно просто спрыгнуть? Может не надо, а. Я боюсь. К черту страх. Вот так вот. Черт потери! Что это было? Это была защита. Сердце матери. Великолепный камень. Которому нет цены. Он огранен в форме перевернутой слезы. Все, нам нужно вернуться к пауку. Знать бы еще где это. Так. Ну, я подозреваю, что это нужно будет сейчас вот как-то тут пробираться. Вот эта, да, цепочка самая длинная. Убирай топор. Да. Вряд ли нам нужно делать путь, получается, тот же путь. Который мы сюда шли. Вот, залезем повыше и посмотрим. Что, серьезность? Нет. Нет, вы шутите. Я не хочу проделывать тот же путь, которым я сюда шел. Вообще, смогу ли нет вернуться? Так. Нет, не смогу. Здесь должен быть какой-то обходной путь. Ну, вот так сходу я вспомнить не могу. Скорее всего, вот эта вот дверь должна будет открыться. Там нет никаких рычагов у нее. Не видать. Ладно, об этом я подумал уже в следующей части. То есть, здесь у нас, получается, было весело. То есть, мы бились с тем королем лечей. Просто лечом. Пободались с этими гулями, которые нас замочили на лестничной площадке. Ну, и, соответственно, взяли два камня. То есть, нам, получается, осталось вернуться к пауку. И поставить последние два камня. После чего нам откроется доступ к драконьему черепу. И мы сможем им воспользоваться. Но это будет уже в следующей части. Посмотрим, что и как. Здесь пока я вас оставляю. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Продолжение следует.